Ну и как часто бывает в празднике, городские службы демонстрируют свою готовность к непредвиденным ситуациям. Как жители Правобережья уже четвертые сутки сидят без воды и тепла. Жильцам счерца 12. В аварийной службе пояснили, что был порыв на коммуникационных сетях, но работы уже проведены и проблема якобы устранена. Однако люди замерзают в холодных квартирах. Также без воды остались жители улицы Таргашинской. Теперь, чтобы постирать белье или приготовить еду, они вынуждены ходить за водой на колонку на другой улице. В пресс-службе Краскома новостям ТВК пояснили, что на улице Таргашинской только за майские праздники было несколько порывов, и на этом участке стопроцентный износ водопровода. Вот только собственником коммуникации там является мэрия, а Краском занимается лишь обслуживанием. Специалисты едва ли не ежедневно выезжают туда для ремонтных работ, но устранить неполадки полностью не удается. Сейчас жителям организован подвоз воды. По адресу Таргашинская 5 воду будут привозить ежедневно в 6 часов вечера. Что касается улицы Щерса, дома номер 12, то в аварийной службе Кировского района новостям ТВК отказались что-либо комментировать и бросают трубку. А жители дома, напомню, с 30 апреля сидят без отопления и без воды. Сидим уже четвертые сутки без воды. Приехали, две машины тоже постучали по батареям немного, что-то вода пошумела, на улице одну канаву выкопали, посмотрели, зарыли, постояли, поговорили, снова уехали. На аварийку позвонили, сказали, все подключили. Но у нас, как видите, в горячей холодная вода бежит, а в холодной еле-еле бежит. Ни напора, ничего. Дома холодно. Это еще ребенка нету, а если у кого дети, то и на первом этаже там вообще холодина. Продолжение следует...